I hope you're all wide awake. Все готовы. I know it's tough in the evenings, but... I know it's tough in the evenings, but... But we need to get through some material. Но нам придется пройти материал. Мы остановились на деяниях второй главы. И мы говорили о результатах проповеди Петра. Написано, что люди были глубоко тронуты в сердце словами, которые они слышали. И они спрашивали, что же нам делать? И как мы вчера обсуждали, Петр сказал, что в первую очередь нужно покаяться, изменить свои мысли. И выйти из проклятия, которое было обусловлено решениями лидеров Израиля. И это на том, в чем мы остановились вчера. И второе, что нужно было сделать, это крещение. А, нет, мы вчера это тоже вроде касались, да? Настоящее покаяние требует свидетельства крещения. Но что мы не коснулись еще вчера, это то, что конкретно было сказано, нужно креститься во имя Ишуа. И это, то есть, это отличало тех, кто крестится во имя Ишуа от всех других, как бы, крещений. Это был обряд омовения миквы, который предшествовал шаббатам. Также было крещение, то есть, погружение для паразелитов, которые переходили из других народов в иудаизм. Также было Иоанново крещение. Это было крещение покаяния. То есть, были различные виды погружения, которые известны. И также, ну, это как бы такого... Итак, Петр говорит о том, что должно быть именно конкретное выделение этого погружения, этого крещения, крещения во имя Ишуа. И это, значит, крещение во имя Ишуа Мессии, именно. И Петр продолжает и говорит, что если действительно это будет крещение настоящее, и это будет от сердца, то получите в дар Святого Духа. Ну, есть случаи, когда люди получают крещение, получают Святого Духа еще вот до крещения во имя Ишуа, но как бы нормальный порядок такой, что сначала крещение во имя Ишуа, и потом получение Святого Духа. Но, опять же, конечно, нужно помнить, что Бог, Он является тем, кто решает, как это будет происходить. То есть, прощение, покаяние и прощение, за этим следует дар Святого Духа. В 39 стихе говорится, «Ибо вам принадлежит обещание и детям вашим, и всем дальним, или тем, кто далеко вне Израиля, кого не призовет Господь Бог наш». То есть, это касается, Бог дает это всем, кто верит, как язычникам, так и иудеям. С точки зрения Бога, это называется Божьим призванием или призывом. А с человеческой стороны, это можно объяснить стихом, то есть, всякие призывающие имя Господне спасется. В 40 стихе, это уже обобщение всего, что сказано Петром было. Ну и то есть, предыдущие стихи, вот это вот, как бы, того, что говорил Петр, это, скорее всего, как бы, такие заметки из проповеди Петра, потому что в 40 стихе написано, что он еще куча всего говорил другого. Видно, что Петр был очень уверен, когда давал это слово. Написано, что он свидетельствовал и увещевал, и говоря, спасайтесь от... И говорил, спасайтесь от рода сего развращенного. Главная мысль здесь, это спасение от рода развращенного. То есть, это отделение народа от решения саддукеев, фарисеев, тех, кто руководил тогда народом Израиля. И, таким образом, это было призывом выйти из проклятия, которое приходило на Израиль из-за решения, как бы, тех, кто находился во главе Израиля тогда, за то, что они сделали по отношению к Ишуа. Вчера больше обсуждали это. В 41 стих мы видим ответ. Ответ на эту проповедь. И написано, что они охотно приняли Слово и Его крестились. То есть, они таким образом отметили, заявили для мира, что они отделяют себя для Ишуа. И удивительно, что тут написано, что в тот день целых три тысячи человек спаслось. Я бы хотел, чтобы у меня был такой опыт, что от моей проповеди три тысячи человек спаслось. Мы видим это в определенных странах, но это очень редкое явление в Европе. Некоторые задают вопрос, как могли креститься три тысячи человек. Ну, в Иерусалиме было много бассейнов. И это всего было девять утра. И у них был целый день, чтобы покреститься всем. Верю, что все апостолы участвовали в этом событии, в крещении. 42 стих. Мы видим, как эти вещи еще развивались дальше. Мы видим ученичество. И нужда в ученичестве. Иногда в современной церкви этого очень сильно не хватает. И люди приходят к Господу, но они как бы находятся в подвешенном состоянии. Я верю в такой фактор ответственности. Когда мы приводим кого-то в царство, мы становимся ответственными за этого человека. То есть, как бы, когда человек становится верующим, это часто сравнивается с рождением заново. Такое есть выражение, что ребенок в Господе, в Мессии. То есть, если ребенок появляется на свет, то есть ответственные за него, те, кто несут за него ответственность. Его нужно, за ним нужно ухаживать, его нужно учить. Ему нужно помогать. И мы видим такой же момент, такой же случай здесь. Возможно, это было в виде групп. Может быть, в больших группах, может быть, в меньших группах. У нас написано в 42-м стихе, и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Но в английском постоянно имеется в виду верно. То есть, они верно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и молитвах. Итак, элементы общины или элементы ученичества. Должна быть верность. То есть мы должны посещать те моменты общины, которые проходят, молитвы, встречи. Мы должны быть в том месте, где в нас нуждаются, и мы должны посещать учения. Я думаю, что сейчас, то, что я вижу в современной церкви, есть нехватка посвящения или верности среди верующих, среди тела Христа. Нам нужно это вернуть, потому что, например, здесь мы видим, что ученики были там, потому что они хотели быть там. И они понимали, что то, что им преподносится, преподается, это им необходимо. И одна из первых вещей, которая давалась, это учение. Их учили о Машехе, их учили о том, что он сделал. Им давались основы веры, основы... Это было очень важной частью в начале. И также до сих пор я считаю, что это важная часть. Когда человек принимает решение прийти к Господу впервые, в этот момент мы видим учение. Ну, очень такое специфическое. Ну, мы видим, что человек, например, становится верующим. Они приходят в церковь. Они слушают то, что говорится в церкви, такие люди. И я верю, что большая часть того, что преподносится, преподается, о чем говорится, это важно. Но это не всегда или редко является действительно основами веры, которые важны для новообращенных. Большинство проповедей это не систематическое учение. И часто это не систематическое учение, а просто какое-то слово или послание ободрения. Но это не структура, которая должна даваться новообращенному. Когда есть маленький ребенок, то мы начинаем его учить. Объясняем что-то, учим ходить. Точно так же и духовно. Нужно учить новых верующих, как ходить, как говорить, что делать. Поэтому есть нужда в систематическом учении. Третье — это дружба или общение между друг другом. Мы говорили вчера о Господе. Когда Господь приходит, вы привезли в тело, Мессии. Когда приходит Дух Святой, то происходит такое вовлечение в тело Мессии. Каждый становится членом тела. То есть, получается, что есть взаимодействие с телом. И нам это необходимо. Это очень важно. Если отрежете себе руку, то рука умрет, и больше у тела не будет руки. Это уже больше не часть тела. А эта часть отделена уже от взаимодействия с телом. И, к сожалению, я слышу часто в разных местах такое отношение, что, ну, я могу пойти на собрание, но это не так важно, не жизненно необходимо. Если мы так делаем, то мы отделяем себя от взаимодействия, от общения с телом, и тогда находимся вне тела. Но такое общение и такое взаимодействие, оно очень важно. Мы учимся расти через это. Четвертое — это хлебопреломление. Евхаристия, или причастие, как это еще называется. Любое название мы можем использовать. Но это тоже очень необходимый часть, чтобы быть reminded, потому что почему мы это делаем? Чтобы remind нас это тоже такое напоминание очень важное для нас, почему мы это делаем и что Ешуа дал нам. Ешуа сам сказал, что делайте это воспоминание обо мне. Если мы вернемся к предыдущему пункту, то взаимодействие или общение — это было, это означало разделять какие-то вещи друг с другом. То есть духовные и материальные благословения. И когда речь касается преломления хлеба, то мы должны понимать, что это часто происходило во время всеобщей трапезы. когда Ешуа совершал последнюю пасху со своими учениками, он преломил хлеб и разделил его. И таким же образом ученики продолжали это делать и после воскресения. это было общение происходило во время трапезы. И во время трапезы происходило преломление хлеба и пили чашу. длинного. И пятый момент ученичества это молитва. В ранней церкви очень большое ударение было на молитву. Возможно, они даже следовали обычному заведенному в храме порядку молитв. И они продолжали таким образом молиться. И личной молитвой и в группе. Молитва была очень важным элементом в церкви первого столетия. Окей. Второй результат молитвы восстановление локальной коммуниции верующих. Второй результат молитвы проповеди Петра это то, что организовалась первая община. также описывается состояние в этот определенный момент. в 43 стихе написано, что был же страх на всякой душе. то есть было конкретное такое понимание и ощущение Божьего присутствия у людей. это как бы можно так назвать как было после вкуса после Дня Пятидесятницы. И вторая часть 43 стиха говорит о том, что много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме и это как бы приводило всех в еще больше почтения и восхищения Господом. стихи 44-45 говорится о том, что это общение и братство это входило и в материальные сферы, то есть у них было единство и они делились тем, что они имели. 46-47 говорит конкретно о той практике, которая была в общении в Иерусалиме. Написано «И каждый день единодушно пребывали в храме и преломляя по домам». То есть две вещи здесь говорится, что они пребывали в храме прославлений и преломляли хлеб по домам, потому что не могли делать это в храме. Не могли приходить в храм, поклоняться, но преломлять хлеб они там не могли в воспоминании о Мессии. и написано, что свидетельство или репутация об общине распространялась везде. Для меня это два признака пробуждения. если есть действительно настоящее пробуждение, то каждый знает об этом. То есть не только верующие знают о том, что что-то происходит в этой общине, а это касается вообще сферы всего сообщества в этом месте, в этом городе. И многие по праву считают, что это было как бы рождением церкви, первой церкви. Теперь глава 3. здесь описывается свидетельство Петра и Иоанна и вторая пробуждение Петра. Вообще как бы это покрывает и четвертую главу еще. Мы видим во второй, в конце второй главы, что люди были под впечатлением от чудес и знамений. глава 3 и 4, они представляют собой определенный раздел книги Деяний. И этот раздел, то есть 3 и 4 глава может быть поделен на 6 частей. первое это чудо исцеления, потом второе это вторая проповедь Петра, потом арест апостолов, потом испытание апостолов, решение Синедриона и молитва апостолов. Итак, первое это чудо исцеления с 3 глава с 1 по 11 стих. Итак, то, что мы читали во 2 главе о чудесах и знамениях, которые давали с апостолами, в 3 главе как бы идет описание примера. Показывается о том, какие это были чудеса и знамения. Как мы уже говорили в 46, он говорит день за день они продолжают быстро в 1 аккорд в храме и бросают бред в храме. В 46 стихе 2 главы мы читали о том, что каждый день единодушно пребывали в храме и преломляли хлеб по домам, а в 3 главе видим о дальнейшем как бы посвящении и почтении храма. И опять же как бы в 3 главе говорится о том, что произошло вот это чудо как раз когда Петр и Иоанн шли в храм. И так они и дальше почитали, имели почтение к храму и к молитвам. В 1 стихе 3 главы написано Петр и Йоханан шли вместе в храм в час молитвы 9. Двое иудеев, верующих в Йешуа, не видели никакого противоречия или никакой сложности в том, чтобы пойти в храм на молитву. В греческом тексте написано четко видно, что они это делали постоянно, что это не было каким-то случайным явлением. И как бы там написано даже так, что потому что это было время на молитву, они пошли в храм. В этот конкретный момент это было 9 час время молитвы. Во втором стихе мы видим человека, которого касается тот случай. Этот человек каждый день, он был храмой от чрева матери и каждый день сидел при дверях храма. это ворота храма назывались прекрасными воротами. И случай как бы он был известен и конкретный, то есть все знали, что он был хромой от рождения. И он был в течение 40 лет хромой. хромой. не ходил в жизни. Он не ходил ходил. Потому что он был проблем с ногами, он мог ходить, но... То есть, ну, вообще тут нормально, в греческом тексте написано, что он не просто был хромой, а что он вообще не мог ходить от рождения. И в отличие от нашего текста, там где написано, что его сажали, написано, что носили. То есть, он действительно не мог ходить, и его приносили вот туда, к воротам. Это одна из дверей, которая была в районе, где находился двор для язычников. То есть, люди входили в первые ворота, проходили часть двора, и затем, когда заходили в храм, то проходили через этого человека. И его целью, конечно, было собирать денежку. И он сидел с такой маленькой чашечкой. И он очень такое делал лицо, такое страдальческое, милое, чтобы денежку им давали. И Петр и Иоанн, они, заходя в храм, И человек, когда их увидел, вот этот вот, он уже приготовился протянуть им чашку, стакан, чтобы они дали денег. Но он получил больше, чем выпрашивал. Ответ мы видим в 4-м и 5-м стихе. Написано, что он пристально смотрел на них. То есть, он на них смотрел и заставил обратить на себя внимание. И это получилось. На него обратили внимание, и он ожидал, чтобы получить что-то. И, ну, очевидно, что цель была получить деньги. И первые слова, которые он услышал от Петра, могли быть, ну, большим разочарованием для этого человека. Петр сказал, нету ни серебра, ни золота. Поэтому денег тебе не могу дать. Но то, что имею, даю тебе. И он сказал, во имя Ишуа из Назарета, встань и ходи. Апостолы сами по себе не были богатыми. И все, что у них было, они разделяли поровну. Мы видим, что они также это использовали на то, чтобы кормить вдов, сирот. И здесь Петр говорит, что у него есть, отмечает именно, что у него есть что-то намного большее, чем просит этот человек. И Петр использует имя Мессии как авторитет. И он, как бы, другими словами, Петр говорит, что я делаю это в авторитете того, кто... В авторитете... В авторитете той личности, имя, которое он использует, и говорит, что во имя этой личности ты можешь ходить. Греческий термин, который здесь использует Петр, означает, что начни ходить и продолжай ходить. Но тот, кто просил, он ничего даже не сделал, никакого шага. Он знал, что он не может ходить. Он никогда не ходил в своей жизни. Он даже не знает, как это ходить. И так Петр протягивает свою руку. И хватает его, держит. И поднимает его. И как написано в седьмом стихе, и вдруг укрепились его ступни и колено. То есть Петр сделал дело, совершил такой, помог ему, в общем. То есть он не просто сказал, давай, вставай. То есть он протянул ему руку и помог. И через это действие Петра человек получил это ободрение, что он может ходить. И результат был моментальным. Есть небольшой пример. На одной из встреч это было в Африке, в Нигерии. Был человек, у которого реально очень серьезное такое служение исцеления. И там находился человек в инвалидном кресле. И фактически этот человек совершил то же самое, что сделал Петр. Он сказал тому, кто находился в инвалидной коляске, будь исцелен во имя Ишуа. Потом он протянул ему руку. Он протянул руку, и человек взялся за нее, встал, начал ходить, потом бегать вокруг зала. Потом он восстановился и стал ходить, просто подошел. И хотел сесть обратно в инвалидное кресло. А этот служитель сказал, ни за что. Он сказал, это твое прошлое. И принесли ему обычный стул, и он сказал, вот это твое будущее. Нам нужно быть осторожными, чтобы не позволить людям... Чтобы они не вернулись в состояние прежнее, но чтобы помочь им двигаться дальше. И как я говорил раньше, Лука был человеком, который любил детали. И он описывает о том, то, как человек был исцелен, и что произошло. Известно также, что Лука был доктором. И он использует также свои медицинские знания. Что произошло следующее? Мне очень нравится этот текст. Написано, что «И вскочив, встал и начал ходить». И вошел с ними в храм, ходя, и вскоча, и хваля Бога. Когда мы что-то получаем от Бога, мы также, я верю, что мы должны это выразить. Этот человек выразил это. Он не сказал, о, спасибо Боже. Это хорошо, но не помешает побольше энтузиазма. Мы видим это даже вот на таком бытовом уровне, что когда нам что-то дарят, это подарок. Бывают разные реакции на подарки. Я лично очень люблю дарить подарки детям. Потому что они реагируют очень с большим энтузиазмом. Ну, в большинстве случаев. То есть, ну, они, в отличие от взрослых, не сдерживают своих эмоций так сильно. И дети более спонтанные. Мы должны учиться у них спонтанности больше. Мой старший внук Арон. Когда было Рождество. Он попросил о машинках с дорогой на батарейках. И ему купили вот эту трассу с машинками. Мы также хотели, чтобы он научился кататься на коньках. И также подарили ему коньки. Ну, да, коньки. Ну, и коробка вот эта для коньков была такая большая. И как ребенок он хотел вначале открыть большую коробку. И с большим энтузиазмом. И он начинает открывать эту коробку. И снимает вверх. И его лицо просто, ну, шокировано. С таким разочарованием. Что это такое? Потому что он ожидал, что там будет сейчас вот эта вот дорога с машинками. И он немного был расстроен. И, возможно, такое же происходит и с нами. Мы ожидаем одно, а Бог нам дает что-то другое. Также то, что нам нужно. Но этот человек, он действительно был очень воодушевлен. Он был очень радостный тому, что он может ходить. И второй результат этого был, это то, что это коснулось людей, которые были вокруг. Они все знали, кто этот человек. И, то есть, 40, известно, что в предыдущих стихах, что ему было 40 лет. И, ну, вероятнее всего, что даже уже с детства он сидел. То есть, где-то 30 лет он сидел и просил милостыню. И вдруг он забегает и скачет. Ну, наверное, здесь в вашей общине нет такой проблемы, что кто-то там скачет или танцует или ходит. Но я вам скажу, что если, например, в какой-нибудь финской пятидесятнической церкви вы такое будете делать, то будут у вас проблемы. Я не знаю, как было в храме заведено. Но я не думаю, что это было таким постоянным явлением для храма в то время. И эффектом было то, что все начали обращать внимание на то, что происходит. Этот человек, подумайте, этот человек полный радость, счастье. Он смеется, он радуется, и он, ну, просто не контролирует. И фарисеи, и садыки смотрят с большим удивлением на него. Так было большое удивление у всех. Это было, это имело очень большое влияние на людей, которые видели это происходило. Они начали бояться, ну, кое-чего. Они понимали, что, стоп, это человек, который сидел вот только у ворот, на который не ходил. И они понимали, что что-то произошло. Написано, что они собрались. Это — И ониchantят, будто они, И в 11 стихе написано, «И как исцеленный Храмон не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор». То есть все люди были под большим влиянием и впечатлением от того, что произошло. И это было хорошей возможностью для Петра, чтобы вновь проповедовать. Итак, сейчас перерыв.